Добрый день, дорогие друзья! Это канал Поделки Самоделки и я Татьяна. И сегодня я вам покажу, как можно сделать вот такую очень миленькую, красивенькую, пасхальную корзинку своими руками. И вы не поверите, ее можно сделать буквально за 15-20 минут. Давайте начнем. Возьмем джут, крючок и сделаем косичку. Сплетем ее воздушными петлями. Если вы не умеете плести косички, то джут можно наклеить просто клеем Титан или Атлант на основание. Я лично взяла вот такую пластиковую посудину, контейнер и приклеила с помощью горячего клея эту косичку. Клеится она очень быстро, плетется тоже очень быстро. Поэтому здесь никакого большого ума не нужно, как говорится. Вы это сделаете очень просто. Даже те, кто никогда ничего не умел делать. Плетем косичку длинную и каждый раз можно ее доплести, не переживайте. Если останется, можно расплести. Очень удобная такая косичка. И закрываем полностью и даже дно. Вот закрыли, обрезали и обязательно чуток капните горячим клеем, чтобы косичка не распустилась. Вот такой контейнер получился. Теперь лишние ворсинки мы убираем с помощью зажигалочки. И еще я решила закрыть верх этой корзинки такой же косичкой точно. Один ряд я буквально прошла сверху и мой контейнер был полностью закрыт. Обыкновенная тонкая картонная бумага от любой упаковки. Я отрезала очень узкую такую полоску и тоже обклеила ее косичкой. Это будет у меня ручка. Можно ее сделать из проволоки. Сделала из картона, из тонкого зайчика небольшого. Он должен по высоте соответствовать самой корзинке. Фетр белый перевела зайчика. И их всего сделала 6 штук. Теперь я наклеиваю всего буквально пару капель. Делаю и на ушках пару капель. Наклеиваю зайчика в тех местах, где у меня приклеена рукоятка для корзинки. И потом между двумя этими зайчиками я вклеиваю еще по два. И с одной, и с другой стороны. Чего-то не хватает. Ага, хвостика. Я сделала из ваты хвостики и приклеила их зайчатам. Классно получилось. Теперь нужно добавить немного красоты. Красоту я делаю из декоративных цветов. Они могут быть любого цвета. Желательно сильно крупные сюда не клеить, потому что корзинка не очень большая. Теперь сюда соломку подкладываем. И в эту соломку вкладываем шоколадные яйца. Или любые конфеты, которые вы хотите подарить ребенку. Классно, красиво, удобно и замечательно. Очень надеюсь, что у меня получилась отличная корзинка. И она вам нравится. А поэтому поставьте лайк и оставьте ваш добродушный комментарий. Приходите за новыми поделками на канал Подделки-Самоделки. Ну а теперь хорошего вам настроения, здоровья и пока-пока!